Всем привет, с вами Ёжики. В сегодняшнем видосе поговорим о том, что происходило со мной и моей командой в течение последнего уикенда. Изменений было немало. С команды ушли Аталь, Томори, Кройв даже ушел, а появился у нас Криштиану Руналду в своей последней зеленой 95-й версии. Обо всем этом сейчас, но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1xbet, которая порадует вас своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надежностью. Ссылочные сайты я оставлю в закрепленном комментарии, мой специальный промокод Ёжик принесет до 100 бонусных баксов для новых пользователей. Итак, пятница, вечер, 8-0 в уикен-леге, Атали, Томори на поле, и в течение часа с лишним я играю всего лишь 3 матча, 2 из них проигрываю, итого 9-2. Лишний раз о серваках говорить, конечно же, не стоит. Идем дальше, суббота, утро, начинаются отборочные, к которым мы так готовили состав, тренировали разные варианты, смотрели, и Аталь и Томори. Я себе начал думать. Ну а если я сейчас буду играть, и опять геймплей будет тяжелым, что же тогда? Давайте я все-таки вернусь к более такому проверенному, заскриптованному где-то варианту, когда в защите играет Ван Дайк, а на фланге моей атаки играет Мбаппе. И, в принципе, мне показалось, что это было правильным решением, мне с ними игралось достаточно комфортно. Где проигрывал, там я уступал скорее из-за того, что соперник меня просто переигрывал. А по карточкам вопросов не было. Сами по себе Атали и Томори достаточно хороши, и не просто так их расхваливал в предыдущем видосе. Возможно, я даже к ним еще как-то вернусь, когда буду перекручивать состав, и мне нужно будет занижать рейтинг. Но все-таки вот состоянием на субботу я поверил больше в привычных для меня Ван Дайка и Мбаппе. Дальше у нас по ходу отборочных ситуаций развернулось так, что в Швейцарке я выступил со статистикой 3-3 и закончил. Нужно было 5 побед, насколько я помню, добывать, что пройти в следующий день. Да, 5-2 надо было сделать. Я при 3-2, к сожалению, два шага оставалось, я их не прошел, 3-3 по итогу. Но, в принципе, не так уж и критично плохо, да. Но хотелось выходить в стадию плей-офф и идти дальше. Но на этот раз нет. Все же из положительных моментов, таких, которые немножечко поднимают настроение и желание работать над собой дальше, можно отметить победу в пятом раунде при статистике 2-2 над прошлогодним чемпионом мира Моауба с Германией, который выиграл финальный итоговый турнир FIFA 19. И я его достаточно уверенно обыграл, при этом он стримил. Я решил не стримить, потому что хотелось фокусироваться на том, что происходит на поле. У меня было много мыслей в голове, которые надо было самому для себя решить и не отвлекаться. В следующий раз, наверное, стримчик будет такого события. Моауба стримил, я это смотрел и видел, как он подгорает по ходу того, как проигрывает. И это, конечно, немножечко смешило, даже не то, что добавляло уверенности в том, что я делаю. По итогу там 6-1 вместе по сумме двух матчей. Моауба даже геймпад бросил в одном из эпизодов, что немножечко удивительно, да. Что будет один из топ игроков, но вот такие эмоции проявляет. То ли игра где-то доводит, то ли я где-то постарался. Но все же больше игра, потому что там были эпизоды, где Тоти Роналду подводил его конкретно, бывает. Еще до отборочных у меня были некоторые сомнения по Кройфу. По ходу отборочных они подтвердились, и мне даже уже там между раундами хотелось как-то перекручивать состав. Но чисто вот не было времени рисковать куда-то двигаться, потому что там раунд за раундом идет. Там буквально 10-15 минут между раундами. Если бы я выставил Кройфа, его бы никто не купил, я бы остался без игрока. Это нереально, поэтому я сказал себе, что нужно доработать по максимуму с этим составом, который уже есть. А дальше будем двигаться. Поэтому по итогу Кройфа я продал и пошел брать Криштиану Роналду, который вот-вот только вышел в пятницу накануне этих отборочных. И что мне все-таки не нравилось в Кройфе, так это мягкость. Он настолько как-то легко поддается толчкам со стороны соперника, что это сильно разочаровывало. Любое касание к его телу, мяч уже улетает, кровь где-то там падает, заламывается. Он в принципе прикольный, там контроль мяча классный, удары, пассы. Он действительно приятный, поиграть в удовольствие. Но по итогу я решил идти себе дальше и продолжать подбирать новые карточки, пробовать что-то новое. В то же время получать какой-то новый уровень удовлетворения от игры, что ли. Потому что да, есть много негативных моментов. Но когда ты меняешь карточки, тебе играть где-то интересно, потому что новый игрок предлагает что-то новое на поле. И в этом что-то есть. Короче, мне этот процесс нравится. Единственное, что, конечно, очень сильно разочарует, это то, что монетки потихоньку на этом теряются. Но я считаю, что оно того стоит. Плюс контент, как ни крути, для вас получается. Того игрока попробовал, того. Там понравилось, там не очень. Возможно, кто-то из вас хочет себе там посмотреть, какого же игрока взять. Выцеливает, а он дорого стоит. Это покупка всей жизни. А так послушаю, ему что-то поможет. Не знаю. В общем, мы взяли Криштиану Роналду. 95-й Криштиану Роналду. Оборотень, как оно называется в русскоязычной версии, да? Рабочая левая нога. Это, конечно, что-то дикое для Криштиану Роналду. Мы сколько играли в версии FIFA, ни разу такого не было. Именно в данной чудо-версии, где все бывает по-разному. Разные позиции, разные рабочие ноги. Криштиану получил левую. И, честно говоря, в первом матче было непривычно совсем, что надо под левую ногу вести его модельку больше. Но уже во втором матче очень быстро я смог привыкнуть к тому, что это именно левша в игре. И свои мозги я, так сказать, запрограммировал на это. Более того, я так себе подумал, этим можно пользоваться, играя против соперников, которые тоже по классике будут как-то думать, что все-таки под правую ногу сейчас Криштиану Роналду будет там уводить раз под удар, два под удар. И вот далеко не все сразу будут себя настраивать и тут что-то переключать, что, о, это игрок как Месси, он будет бить все время с левой ноги или пытаться подводить на это. Я же там думаю, что он правша или будет по классике идти направо. Но знаете, Криштиану Роналду, он же правша, по сути, да? Я думаю, за счет этого можно иногда даже в некоторых моментах оказываться в плюсе, потому что соперники сами себя могут обманывать, играя в защите. Если бы вы попросили меня сравнить данную карточку шейпшифтера Криштиану Роналду с его же рарной версией, то объективно это сделать мне не получится, потому что рарным Криро я играл только в драфтах. Но, все же, плюс-минус из тех ощущений, которые я получил, скорость, она чувствуется, он более резкий. Считайте, я сейчас ему дал мотор. Он получает пейса близко к 99, только разгон 97. На ловкость и баланс тоже мотор положительно влияет. И по итогу мой Криро получается приятным в игре. Удары у него и так восхитительные. Восхитительные пушки летят что надо, лонгшоты, финишинг. Благодаря этой покупке у меня открылось второе дыхание, и данную Weekend League с 9-2 я перевернул на 27-2, забрал Элиту 1 и довольный пошел дальше. Спросите, на какой позиции я его использовал? При 4-2-3-1 он у меня играл на позиции центрального ЦАПа, ну а при игре в два нападающих он играл в паре с Эусебио. Только после окончания Weekend League, сейчас вот с утра вторника, я начал пробовать его на позиции чистого нападающего, играя Division Rivals. И скажу вам, что мне это очень понравилось. Я сыграл три катки, три выиграл, и Роналду хорош был. И Эусебио как ЦАП тоже мне понравился, он классный. С рабочей ногой вопросов нет, с левой стреляет как надо, с правой нерабочей, как бы это смешно не звучало где-то для Криштиана Роналду, тоже забивает, но если ворваться уже в штрафную площадь, и вот прям офигенный момент для удара. Разочаровывает только тот факт, что теперь он на 400 тысяч дешевле, чем в момент, когда я его взял. Я понимал, что он будет еще падать в цене, потому что карточка только вышла, но мне очень и очень хотелось с ним поиграть, и если бы я его не взял, возможно бы заруинил Вэл, потому что был бы на Дизморале, а так все пошло хорошо, и благодаря Элите 1 я, возможно, отобью себе эти 400 тысяч. Но это не точно. Что буду дальше делать по составу, я пока что не знаю. У меня есть все, что вы видите сейчас перед глазами, кроме того, еще миллион сто тысяч примерно. Вообще, получу я награды, и теоретически у меня так, в общем и целом, будет где-то полтора миллиона монет, плюс вот то, что вы видите здесь. И теоретически можно тут и Ван Дайка с Милитау отдать, а взять поставить Варана и Фердинанда. Это мы можем сделать, и еще выиграть там 1800, и уже будет 2,5 миллиона монет куда-то. Все это можно девать. Будет ли смысл, я не знаю, потому что Милитау с Ван Дайком достаточно симпатичная парочка, но и Фердинанд, и Варан не последние. Чисто теоретически, поиграв с такой версией Криштиану Роналду, в моей душе заиграла идея продать Гулита или Эусебио и взять себе Тоти Криштиану Роналду. Но я не могу себе что-то этого позволить, все-таки если подумать так вот на холодную голову, что ты делаешь с Симс там. Потому что если продать Эусебио, то можно теоретически кого-то найти на фланг, чтобы бегал бегуночек, в стиле там Мане до миллиона, на Нацапе играть с условным Неймаром. Это можно, но все-таки у Неймара не самый крутой удар. И потом Эусебио настолько классный, что отпускать его, ну тупо душа не позволяет. 256 мячей, 140 асистов за 222 матча. Эусебио зверь. Гулита тоже отдавать не хочется, потому что если отдать Гулита, то сразу надо возвращать Дайонга. Дайонг, кстати, он тоже ушел с моего состава, вернулся опять в Вера. Дайонг классный, вообще ноль нареканий. И просто Вера тут линки дает, и только поэтому я должен был опять вернуть Патрика. Так вот, покупка Дайонга нуждалась бы аж в двух миллионах монет, которых вроде как пока что нет. Потому что продать Гулита и такого Роналду, то мне нужен будет еще миллион, чтобы купить Тоти. И тогда получится, что я куплю Тоти и Роналду. У меня тут будет пустышка вместо Гулита, на которой у меня там останется 1150 монет. И до Дайонга, типа, я не дойду, а через две недели уже очередные отборочные. Поэтому пока что я не рыпаюсь, сижу как есть, с Гулитом и Усебио и таким вот Хриштианом Роналду. Но идея о Тоти живет в моей голове, потому что действительно Роналду сейчас вот привлекательно выглядит. Так-то некоторые из вас могут напомнить мне видосик где-то с октября, где я говорил, что Месси круче, чем Роналду, у FIFA 20, и вот почему дриблинг. Посмотрите, как классно он контролит мяч. Но, ребятки, где был октябрь, а где сейчас уже даже не февраль, уже март пошел, игра с тех пор изменилась. На сегодня все. С вами был Ёжик. Если видос вам понравился и был интересным, то обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, что думаете по поводу очередной перестройки в моем составе, по поводу тех карточек, которые мы обсуждали. Увидимся, до встречи и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok